Добрый вечер Приказ Д. Кафедра физкультуры Второе. Принимаются все желающие, независимо от возраста, пола и образования. Обучение без отрыва от производства. Учащиеся обеспечиваются стипендией в виде бесплатного просмотра всех выпусков телепередачи «Вокруг смеха» и жилплощадью по их постоянному месту жительства. Учащиеся Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока обеспечиваются льготами в виде телевизионной системы «Орбита». Третье. В связи с вышеизложенным объявить очередную передачу «Вокруг смеха» днем открытых дверей. Наш гость из Грузии – ансамбль «Иверия». Песни для всех. Песни для всех. Песни для всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДимаTorzok 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 Новые обряды. Хорошие обычаи существуют на всех оптовых базах города Заборска. Если ревизору нравится какая-нибудь вещь, ее дарят ему до составления акта. Знаете ли вы, что на некоторых иностранных языках слово «сантехник» произносится как «сантехник», где «сан» обозначает «святой». Бескорыстный дар. Благородный поступок совершил книголюб П. Эверестов. Он подарил библиотеке номер 8 свою домашнюю библиотеку, которую в течение 35 лет собирал из книг библиотеки номер 16. Удивительная ряда. Удивительный случай произошел с Эбр Малеевым, который припрятал от жены 100 рублей. Когда через 6 месяцев он вскрыл тайник, то обнаружил там не только основной капитал, но и проценты в сумме рубль 50. На арене цирка успешно проходит механизация трудоемких иллюзионных работ в цирке города Заборска. Если раньше иллюзионист едва успевал распилить одну партнершу, то теперь с помощью бензопилы «Дружба» распиливает сразу от 3 до 5 единиц. Толковый словарь клуба ДС. Головастик. Человек с большой головой. Крольчиха. Пловчиха кролем. Самородок. Ребенок, у которого нет отца. Мазурик. Балетный танцор, специализирующийся в мазурке. Частокол. Отстающий ученик. Головорез. Начинающий парикмахер. Перепой. Состояние певца после нескольких концертов. Жрец. Человек, любящий поесть. Треух. Человек с тремя ушами. Сейчас машина напомнит вам фотографию прошлого конкурса. Так басенка Асыри предстанет в антимире. Товарищ Арцис из города Хинки. Спокойно, друг, без сантиментов, то лис бежал от алиментов. Так считает товарищ Сапилов из города Вельска. Сиди и понимай в натуре, что значит быть в воронней шкуре. Бобров из Таганрога. А вы, друзья, как ни садитесь, в друзья друг другу не годитесь. Станислав Цуканов из Москвы. Пусть сценарист придет в себя не скоро, зато видна работа режиссера. Хороший ответ. Это мнение Пенькошиной из Петропавловска. Вот ответ. Не кочегары мы не плотники, а мы животные высотники. Ну что ж, молодец. Игорь Шабышев, ученик восьмого класса из Якутской АССР. И вот очень смешной ответ. Вот до чего довел парад планет. Ворона с сыром, а лисица нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищ Сахор из Москвы. Новый конкурс фотоателье. Вопрос прежний. Что бы это значило? Для гостей концертной студии время до конца передачи. А для вас, уважаемые телезрители, время 20 дней со дня первого выхода передачи в эфир. Напоминаю адрес 127.00, Москва, улица Академика Королева, 12, центральное телевидение, передача «Вокруг смеха». Что бы это значило? Ждем ваших остроумных подписей. На нашем факультете литературы сегодня и ежедневно с успехом трудится известный поэт Олег Дмитриев. Олег Михайлович, какое место в вашем творчестве занимает юмор? Александр Александрович, вы знаете, что я в основном пишу серьёзные стихи, и вы несколько раз на меня написали пародии. Было. 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 Но юмор занимает в моей жизни такое место большое, что когда у меня где-нибудь в каком-либо издании выходит юмористические стихи или рассказ, то я радуюсь этому больше, чем, скажем, большому циклу в толстом журнале. Теперь я думаю, что вам надо просто приступить к исполнению своих обязанностей преподавательских. Спасибо. Лирическое отступление. Ехал человек в вагоне мягком у окна открытого в потьмах и следил, как за размытым мраком проплывали сёла на холмах. И, поддавшись странному капризу, он задумал посреди пути выйти в тамбур, дёрнуть тормоз книзу, дверь открыть и на землю сойти. И войти в некошенные травы, и в простой бревенчатой избе, снова жизнь начать вдали от славы, всё перечеркнув в своей судьбе. Вышел в тамбур, поразмыслил малость, поглядел в сгустившуюся тьму, дверь подёргал, дверь не открывалась. Дёргать тормоз было ни к чему. Вскоре появилась проводница, ведра из-под угля вынося, мирно объяснила, находиться пассажиру в тамбуре нельзя. Он пошёл к себе, заснул, проснулся, за окном увидел город свой, подозвал такси, домой вернулся, сел за стол со свежей головой. И о том, как дёрнул тормоз резко, как шагал к деревне в попыхах, рассказал со страстью, не без блеска, дорогим читателям в стихах. Олег Михайлович, кстати, неинтересно ли было бы вам проверить нашу электронно-вычислительную машину? Вы можете заложить в неё любую поэтическую информацию, и она выдаст вам абсолютно научный ответ. Я бы сказал машине следующую известную фразу, прекрасную фразу. Я помню чудное мгновение. Так, информация заложена. Переключаю. Даю ответ. Мобилизация личным местоимением всех ресурсов, запоминающих центров серого вещества головного мозга, с целью получения образа чудного, но короткого периода времени, исчисляемого сотыми долями секунды. Я думаю, что этот ответ вполне в русле дерзаний некоторых современных пушкинистов. Олег Михайлович, ещё раз вам спасибо. Учитывая ваши внушительные габариты, мы можем вас заверить, что для вас двери нашего института всегда широко открыты. Спасибо. Произведения ярославского писателя-сатирика Герберта Кемоклидзе были отмечены на конкурсе болгарской газеты «Народно-младыш». Автору вручена премия «Золотой молодой ёж». Вообще, вы знаете, этот человек для меня загадка. По национальности он грузин, родился в Туапсе, родной язык русский, школу окончил в Риге, университет в Ленинграде, живёт и работает в Ярославле. По специальности филолог, словист, переводчик. У нас выступает, как преподаватель кафедры литературы, писатель, сатирик, юморист Герберт Кемоклидзе. Прошу вас. Все вы знаете, что воспитание только продолжается в школе, а начинается оно в семье. И вот об одной семье. После ужина папа отложил газету и говорит мне, «Ну-ка, Гриша, расскажи, чем вы сегодня занимались в детском саду? Читали сказку «Колобок», – отвечаю я. «Какую сказку?» – не понял папа. «Колобок». «Это про что?» – удивлённо спрашивает папа. «Постеснялся бы перед ребёнком, – говорит мама. Совсем в своей механике погряз, даже детских сказок не помнишь». «Ты много помнишь», – отвечает папа. «Да уж побольше тебя», – говорит мама. «Не обращая на неё внимания, Гриша, – говорит папа, «твоя мама как вечный двигатель. Раз заведётся, а потом не остановишь. Рассказывай, что там в этом твоей сказке». «Жили-были старик со старухой. Однажды старик говорит старухе, «Испекла бы ты мне, старуха, колобок». «Я твоей маме уже неделю говорю, испекла бы ты блинов». «А ей всё некогда, видите ли», – замечает папа. «Конечно, некогда. Весь день волчком верщусь то на работе, то дома». «Долго их печь», – усмехается папа. «Вот возьми и сам испеки. У Никитина Алексея посуду жене мыть помогает, а ты никогда палец о палец не ударишь». «Ты много ударяешь», – возражает папа. «Только перед зеркалом тебя и видно. А ты бы хотел, чтобы я растрёп и ходила». «Ладно, Гриша, рассказывай дальше. Маму твою всё равно не переспоришь». Ну, в общем, старуха испекла колобок и поставила его на окошко, чтобы остывал. «Мне бы такую жену», – говорит папа. «Тебе бы только на глухой старухе и жениться, чтобы она не слышала твоего вечного брюзжания». «Кто больше брюзжит?», – усмехается папа. «А лучше, если бы она ещё и немая была», – говорит мама. «Рассказывай, Гриша, дальше», – кивает мне папа. «Я ведь говорил, что твою маму не остановишь». Колобок спрыгнул с окошка, – продолжаю я, – и побежал в лес. Старуха оказалась такой же раззявой, как твоя мама. «На себя посмотри», – говорит мама. «Ну ладно, Гриша», – говорит папа, – «время уже позднее. Скажи вкратце, чем в этой твоей сказке всё дело кончилось?» «Кончилось тем», – говорю я, – «что Колобок встретил лису, и она его съела». «То есть как съела?», – недоверчиво спрашивает папа. «Очень просто. Открыла рот и съела». «Безобразие!», – восклицает папа, – вскакивая из-за стола. «Учат ребёнка сказкам с трагическим концом. Кто им позволил травмировать детские души?» «Воспитатели» – называется. Прежде чем приступить к чтению рассказа, я должен предупредить, что фамилия его главного героя совершенно случайно совпадает с фамилией нашего ведущего. На самом деле, Александр Александрович не имеет ничего общего с этим героем и даже является его полной противоположностью, что он сам может подтвердить. «Иванова-старшего встретил Иванов-младший с улыбкой от уха и до уха. «Папа, у нас завтра в школе математическая олимпиада состоится, и надо к ней несколько задачек придумать. У меня уже готовы. Прочитать тебе?» «Ну что ж, прочитай», – сказал Иванов-старший, усаживаясь перед сыном на стул. Младший открыл тетрадку и стал с выражением читать. «Мой папа – шофер. Он возит зерно со склада на мельзавод. В кузове папиной машины есть небольшая дыра. За каждый рейс в нее вываливается три килограмма зерна. В месяц папа делает триста рейсов. Сколько зерна теряется у папы за пятилетку?» «Ну и сколько же, мрачно», – спросил Иванов-старший. «Пятьдесят четыре тонны». «Двадцать машин почти, что», – быстренько посчитал отец. «Не ошибся ты?» «Нет, вот проверка есть». «Теперь вторая задачка. Папа кончает работу в пять часов, а домой приходит в десять. Средняя скорость пешехода – четыре километра в час. На каком расстоянии дома находится папин гараж?» Ответ на расстоянии двадцать километров. «Стал бы я топать в такую даль», – проворчал Иванов-старший. «Ну-ка, читай дальше». «Задачка номер три. Тридцать раз в году папа ходит на охоту и еще тридцать раз на рыбалку. Сколько воскресенье проводит он с семьей?» «Ну и сколько же?» «Вот тут что-то не выходит. Получается, что охота рыбалок больше, чем воскресенье. Ну, отбульное там, рабочий день, иной раз прихватишь. Тогда сходится. Теперь последняя задачка. Папа читает в год две книги. Всего в библиотеке, где он записан, двадцать тысяч томов. Сколько лет понадобится ему, чтобы прочитать все книги в библиотеке?» «Десять тысяч лет». Иванов-старший задумчиво почесал затылок, поморщил лоб и спросил, «Так что ж, при всей школе буду читать твои задачки?» «Да, правда хорошие? Я думаю, завоевать с ними первое место». «Воображения у тебя маловато», – вздохнул отец. «Кругозор узок. Сходим-ка мы с тобой сегодня в бассейн. Там две трубы есть. В одну вода вливается, в другую выливается. Можно составить оригинальную задачку». Не только в редакции газет и журналов, но и в адрес нашей передачи люди присылают множество литературных произведений – пародий, басен, эпиграмм. Многие спрашивают при этом, как научиться писать юмористические произведения, что для этого нужно. И наш институт очень серьезно занимается этой проблемой. С помощью нашей электронно-вусилительной машины мы уже добились кое-каких успехов. Демонстрирую. Внимание. Значит, я закладываю информацию. Басня первая. «Человек и волк». Один человек поймал волка. Он его кормил, кормил. Переключаю на мораль. Как волка не корми? Он все в лес смотрит. «Два дровосека». Одному дровосеку стало холодно, и он надел две рубашки. Сначала свою, а поверх рубашку товарища. Своя рубашка. Ближе к телу. На первом этаже двухэтажного дома женщина мыла руки. А на втором этаже этого же дома один вор укрывал другого. Рука руку моет, вор вора кроет. Метод, как видите, очень простой, доступен каждому. И мы предлагаем вам, товарищи телезрители, немедленно заняться сочинительством. Главное условие и залог успеха это найти мораль. А мораль должна быть взята из жизни и представлять известную пословицу, поговорку, теорему и так далее. Размер не более 35 слов. Присылайте нам свои творения. Машина отберет лучшие, мы их огласим. И авторы этих басен будут приняты в наш институт вне конкурса. Наше искусство и наша литература, конечно же, щедро черпают из неиссякаемого народного источника. Сейчас будет выступать наша выпускница, она же артистка Москонцерта Елена Ткачева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, жаланные вы мои, сказочка-то чай давно не слушали. Все торопимся, все бежим куда-то, а вот успокойтесь, посидите тихонько, да послушайте-ка старую сказочку. Сказка про кота. Был кот, обыкновенный кот, ну такой весь серый, с усами. А звали этого кота не как-нибудь, звали его Евстафей. И повадился этот Евстафей в амбар, что неподалеку мышей ловить. Мышам это очень не понравилось. И решили они жить в норах, и на глаза этому Евстафию не показываться. Очень, но это ему тоже. Ой, не понравилось. Стал он думать, как бы их перехитрить. Думал, 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 думал и придумал. Вывалился он в дегте, пришел в амбар, лег посредине и ляжет. Выглянули мы, мыши из норок видят. И это что ж такое? Лежит Евстафей. Эй, Евстафей, ты чего лежишь? Спрашивают. А он себе лежит. Ты чего лежишь, Евстафей? А он себе лежит. Осмелели мыши, подошли к нему поближе. Ты чего лежишь, Евстафей? В монахе я теперь записался, говорит. Видите, черный. Скоромного теперь уже больше все. Не ем. Обрадовались мыши, взялись за лапки, начали вокруг него хороводы водить. А самая маленькая, самая такая пухленькая, самая шустренькая, мышка-серафинка так и норовит. Все поближе к Евстафейу в носу проскочить. Лежал, лежал я Евстафей, глядел, глядел, да как? Цап! Самую маленькую, самую пухленькую, и самую шустренькую мышку-серафинку. Держит он ее в лапах и по всему видно есть собирается. Не ешь меня, говорит, Серафимка, я же скоронная. Кому скоронна, а мне вкусна, сказал Евстафей и съел самую маленькую, самую пухленькую, самую шустренькую мышку-серафинку. Вот и я говорю, бабоньки, не верьте вы всякому. Ведь бывает так, что хошек рашеный, из коронного-то ну не ест, а все одно. Кот. сказки-сказками, а это был единственный, совершенно уникальный хор канареек, созданный харьковчанином Федором Фоменко, он же художественный руководитель хора. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Добавил субтитры DimaTorzok Берегите птиц Добавил субтитры DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Как и всякое уважающее себя крупное учебное заведение наш институт имеет свою многотиражную газету Правда, наша газета не совсем обычная Ее нельзя увидеть Ее можно только услышать Она так и называется Как пишется, так и слышится Зато главного редактора этой газеты можно и услышать, и увидеть Это артист МОЗ-концерта Юрий Григорьев АПЛОДИСМЕНТЫ Звукоимитатор Это артист, который собирает, коллекционирует и воспроизводит звуки Шум прибоя Летнее Черное море АПЛОДИСМЕНТЫ ПОНОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОНОДИСМЕНТЫ СВУК В СССР Продолжим немножко АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так я и буду читать вам газету В Советском Союзе произведем Черепного искусственного спутника Земли Космос 1349 Погода Завтра с утра Слабо до умеренного Днем Умеренное до сильного Температура вечером местами по области Будь не милиции Позавчера ночью старший сержант милиции Спортивное обозрение Чемпионат по тяжелой атлетике На штанге 239,5 килограммов Второй подход делает штангист Сорвалось Бокс-финал Дельчайший вес Знаете, у нашего института есть свое особое предприятие, на котором проходят практику наши дипломники Нетрудно догадаться, что это Московский театр сатиры Скажите, пожалуйста, антракт будет у вас, а? Простите, я не слышу вас, будьте добры подойти к микрофону Я просто интересуюсь, мы вот сидим там, зрители всех интересуют такой вопрос Что вот антракт будет у вас или нет? Антракт? Да, или так это дело пойдет без антракта у вас? Нет, у нас не будет антракта, потому что это телепередача Я понимаю, да У нас тракт бывает, антрактов у нас не бывает Ну, это безобразие А почему? Это же надо предупреждать Нет, а почему? Ну как, а зачем я тогда одевалась, а? В чем тут дело? У нас не будет антракта Ну, тут почему, а зачем? Скажите мне, пожалуйста, я три часа гладила это платье Теперь сижу там одна, и никто меня не видит И камера не показывает А туфли, кто их там видит? А у меня вон один каблук 65 сантиметров над уровнем моря Я еле дошла, я на ступенечках Тут жизнью, можно сказать, рисковала И теперь во всей этой красоте Сижу там одна в последнем ряду И никто на меня не обращает внимания Нет, что это за безобразие действительно Что творится в последнее время в современном театре? Вот вы мне объясните, пожалуйста Стали играть без антрактов Стали играть без декораций, без костюмов Это я вот недавно классику, оперу Евгений Онегин слушала вот в таком современном новаторском решении Так дирижер вышел в джинсах Евгений Онегин в джинсах Татьяна В джинсах вышла Гремин генерал вышел в джинсах Спасибо один Ленский Как человек, он так в дубленке вышел А то еще взяли, что такое за манеру Взяли переносить действие в зрительный зал Вы обратили внимание? Вот как бы вовлекать зрителя в действие Я вот смотрела, забыла в каком-то театре В драматическом пьесу Из времен гражданской войны Я тоже, знаете, театр для меня праздник Я тоже оделась, прическу сделала Длинное платье одела Только села в кресло в портере Восьмой ряд, как сейчас помню Вот так вот у прохода Только я уселась Через меня прошли матросы с ручьями Залегла Едва отдышаться успела Как с амфитеатра ударила конница С балкона стали бросать гранаты Все в фойе в окопах А в буфете орудует банда зеленых Ну просто некуда Вы знаете, некуда зрителю податься Хорошо, у нас зритель пошел все-таки образованный Мы ничего Мы образовали отряды И с боями вырвались из театра Ну вот так вот сидели А-а-а, вот ты наконец явился Ну-ка иди сюда Что такое? Что такое? Что случилось? А что такое? Почему такое взволнованное? А что-то меня вызвало Своей телеграммой из отпуска Ну я хотела с тобой поделиться Давай сядем, а? Я хотела рассказать тебе совершенно И хочу рассказать тебе совершенно страшную историю Которая произошла со мной Недавно в моей новой квартире Иди-ка сюда Посоветуй мне, что делать Представляешь тебе? Ты, кстати, как тебе понравилась моя новая квартира, а? Ты же ее видела, а? Чудная, да? Прекрасная квартира Она какая-то оригинальная, да? Нет, столько стенных шкафов Так какие шкафы, а? Это же комнаты Ты представляешь себе Ночью, вот так вот Приоткрывается дверь моей новой Шикарной квартиры И в щель Просовывается чья-то рука Ну, 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 и Что же было дальше? Полночи была Зачем ты меня вызвала, Зуб? Вот не в растении какой, а? Стыдно стало, да Стыдно стало Ты все-таки как-то Брал бы пример с меня Вот посмотри, я, например Как-то слежу за собой Вот прежде, чем прийти К тебе сюда Я все-таки зашла в парикмахерскую Потому что я хочу еще как-то Хорошо выглядеть Потому что я Вообще еще как-то Что-то Где-то Как-то Что Что ты смотришь, а? Что ты не знаешь Наши парикмахерские Господи Да там легче голову Сложить Чем уложить Ну, а видал ты эту картину? И тем не менее Я все-таки пришла Причем пришла на пять минут раньше Мы с тобой Во сколько договорились Встретиться стоять часы? Пять часов Ну, вот видишь Да, но Что, ну, никаких Но я пришла или я не пришла? Да, пришла Вот видишь Ты сам это подтверждаешь А что ты подразумеваешь Говоря, но Да нет ничего особенного Потому что меня вызвал Свою телеграмму Да Назначил на свидание Вот здесь Да Пять часов 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 позавчера Пришла без пяти пять Сегодня Но я опоздала Это с каждым человеком Может произойти Стоит из-за этого шум Понимаешь? Я бросил дела, понимаешь? Бросил отпуск Сижу здесь Начал волноваться А ты пришел Как? Ах, ты, оказывается, отдыхал А где же ты был? На Рижском взморе Я слушаю тебя Что ты говоришь? Ты подумай, какое совпадение В прошлый год Зоин брат там отдыхал Ты Зою помнишь? Да нет Ну, как же Ну, Костина подруга Что, ты Костю не помнишь? Да нет Ну, Осина жена Ты Осину помнишь Да нет Ну, Маринин брат Ну Ну, а при чем тут Маринин брат? Ну Это ты себе не представляешь Какой парень стал Охотник, спортсмен Рыболов Имеет второй разряд подгод У него, видишь У него вот такие вот кулачища И он целыми днями В драм-кружках занимается Зачем ты меня вызвала Своей телеграммой Изок Подожди Я предлагаю тебе А Алик Алик ей вообще Даже предложение не делал Ты подумай Он опять Зою бросил И на Марини женился Но она моментально Альфреда И это что? Альфред тут же развелся А на ней уже пятый Так он опять четвертый вернулся Свою жену бросил А Сижой помирился Она чудачка к первой жрек А он чудак к первому мужу Приходит к нему А тот подлец Уже замужем Но особенно Мишка хорош А кто такой Мишка? Ну как это? Ты Мишку А нет, правильно Ты Мишку не знаешь Правильно Ты мне наплевать не знаешь Вот Зачем ты меня вызвал? Правильно, наплевать И Мишка так сказал Наплевать и говорит И все ему говорят Слушайте, Миша Вы будете зарплату получать? А он говорит Ни за что Ни за какие деньги Я говорит До сих пор Жил не на зарплату И дальше говорит Проживу И все И все И Мишку уволили А как же иначе Куда ты двинулся? Что это за танец Маленьких лебедей? Ну-ка, вернись А ты должен Артисты Московского театра Сатиры Заслуженные артисты РССР Ольга Аросева И Борис Рунге Наш гость из Киева Это писатель-сатирик Лауреат Международного конкурса Олега Киносценарист Драматург Александр Каневский Скажите, пожалуйста В вашем творчестве Видное место Занимает спортивная тема Чем это вызвано? Ну, не секрет, что Спортсмену Легче устроиться В любой институт Вот я и стал писать Спортивные рассказы Чтобы Быстрее попасть Вне конкурса Ваш институт Смех Очень хорошо Один из них я прочитаю Пожалуйста Затяжной прыжок В перерыве зашел Мяском узнать Как движется моя очередь На улучшение Жилплощади Корлюга Встретил меня Как родного брата Кому-кому А вам беспокоиться нечего Попрыгаем И сразу на васелье Куда попрыгаем? Спросил я Широко улыбаясь С парашютом В понедельник соревнования Вы, как всегда Капитан нашей сборной Я перестал улыбаться Куда прыгать? На землю? А зачем? Вы что, забыли? Корлюга подошел К висящему на стене Фанерному обязательству Громко зачитал Пункт номер 26 Обязуюсь установить Новый спортивный рекорд Мы на Мяскоме Распределили виды спорта Вам выпал парашют В субботу и воскресенье Я пытался тренироваться Несколько раз Прыгал с торты на пол Подвернул себе ногу И получил скандал От соседа снизу В понедельник Институтский автобус Отвез на этот дрон Меня и еще трех прыгунов Это были три аспиранта Которые, как объяснил мне Корлюга Все равно должны были Уволить по сокращению штатов Инструктор Тихий, душевный человек Смотрел на нас Грустью и жалостью А кину взглядом мой живот Он велел выдать мне Запасной парашют На меня навьючили Еще один рюкзак Если остальные камикадзе Были похожи на Одногорбых верблюдов То я напоминал Гугорбова Корлюга где-то Раздобыл духовой оркестр И привез его на аэродром В воздухе инструктор Еще раз повторил Все случаи За которых парашют Может не раскрыться И троекратно Расцеловал каждого из нас Потом он поднял крышку люка Виновато посмотрел на меня И прошептал Пора Я протянул ему письмо Для жены Которым просил ее назвать Ребенком моим именем Инструктор попытался Меня подбодрить Это только в начале Чувствуется страх А потом уже ничего не чувствуется Я закрыл глаза И прыгнул Когда я открыл глаза Я все еще был в самолете Вернее моя верхняя половина Нижняя уже болталась в воздухе Я застрял в люке Надо его Намылить Презултут из аспирантов Тихий инструктор Начал нервничать Освободите проход Кричал он Вы же заткнули соревнования Я резко выдохнул воздух Провалился в пустоту Дернул за кольцо Парашют Не успев раскрыться Зацепился за болт шасси И я повис под брюхом самолета Летчик Стал выполнять Всякие сложные фигуры Чтобы сбросить меня Но я висел прочно Прекратите хулиганить Кричал инструктор Терковающего двигателя Немедленно отпустите самолет Но я не отпускал Инструктор до половины Выснулся из люка Попытался меня отцепить Внутри его держали за ноги Он уже почти дотянулся до стропы Но вдруг самолет дернуло И инструктор вывалился наружу Но не один Вместе с ним выпал и аспирант Который держал его за ноги Каким-то чудом Инструктор успел ухватиться за меня Аспирант летел чуть пониже Вцепившись в инструкторские ноги Лететь стало веселее Мы напоминали семью цирковых акробатов На трапезии Инструктор кричал Что аспирант пережал ему артерию У него будет гангрена Чтобы дать отдохнуть инструктору Я предложил аспиранту свои ноги Все равно не болтались без дела Но ноги инструктора были тоньше За них было удобнее держаться И аспирант не хотел менять их на мои Сесть с болтающейся пирамидой Из трех тел самолет конечно не мог Он стал кружить над аэродромом И резко снижался Давая нам возможность прыгнуть на траву Но отпадать нам надо было по очереди Начиная с аспиранта Самолет летал так низко Что аспирант уже волочился по земле Но ноги инструктор по-прежнему не отпускал И в конце аэродрома снова взмывал с нами в небо Инструктор проклинал свои ноги Желал им отсохнуть вместе с аспирантом Бензин был на исходе Из люка высунули палку с петлей Поймали аспиранта за ноги Подтянули его к люку И стали втаскивать нас в обратном порядке Меня втянули до половины Я снова застрял Голова моя летела в самолете Ноги болтались в воздухе Но уже было не страшно Самолет шел на посадку Просто мне пришлось вместе с самолетом Пробежать полкилометра по посадочной полосе Никто не погиб И все были счастливы Только инструктор не мог двинуться с места Аспирант все еще не отпускал его ноги Он сжимал их железной хваткой Завтра повторные соревнования Бензин перлюда При этом сообщении Инструктор побелел, как мой парашют Вскочил И на несгибающихся ногах Поскакал к телефону Куда он звонил и что говорил неизвестно Но мне засчитали это соревнование И следующее Кроме того, был засчитан и мой рекорд по бегу Ведь я бежал со скоростью самолета Но поскольку бежала только моя нижняя половина Верхняя летела Результат разделили на два Но все равно он оказался рекордным Знаки препинания Человек потерял запятую Стал бояться сложных предложений Искал фразы попроще За несложными фразами пришли несложные мысли Потом он потерял знак восклицательный Начал говорить тихо, ровно, с одной интонацией Его уже ничто не радовало и не возмущало Он ко всему относился без эмоций Затем он потерял знак вопросительный И перестал задавать вопросы Никакие события не вызывали его любопытство Где бы ни происходили В космосе, на земле или даже в собственной квартире Еще через пару лет он потерял двоеточие И перестал объяснять людям свои поступки К концу жизни у него оставались только кавычки Он не высказывал ни одной собственной идеи Все время повторял чужие фразы Так он совсем разучился мыслить И дошел до точки Берегите знаки препинания У вас вопрос к нашей машине? Задавайте вопрос Футбольная команда Которая чудесно играет, когда нет ветра Это еще заметил великий писатель Так, на ответ Включаю Отвечаю Чуден Днепр При тихой погоде Гоголь Ну, теперь Теперь у нашей машины Есть к вам один вопрос Насколько мне известно Включаю Позвольте вас спросить Как вы считаете Кто такой писатель-юморист? Юморист? Это человек Который всю жизнь Пытается написать что-нибудь смешное Обычно это бывает его собственная биография Спасибо Ансамбль Иверия Художественный руководитель Композитор Александр Басилая В последнее время По всем миру Стали популярны рок-оперы Итак Рокова-роковая Джаз-диско-мини-опера Муха-цакатуха Муха-цакатуха Муха-муха-цакатуха Позолоченная брюха Муха-цакатуха Позолоченная брюха Муха-цакатуха 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 Нынче муха-цакатуха Именинница Приходила к мухе Бабушка-пчела Мухе-цакатухи Меду принесла Папочка-красавица Кушайте варенье Или вам не нравится Продолжение следует... Вдруг какой-то паучок... Вдруг какой-то паучок... Нашу муху попало... Пупало, пупало... Папало, папало... Пугашки-чельники испугались... По углам, по щелям разбежались... Папало, пупало... Папало, пупало... Муха криком кричит, отрывается... А злодей молчит, ухмыляется... Вдруг откуда-то летит... Маленький комарик... И в руке у него горит маленький фонарик... И на лице у него улыбка... И на голове у него кепка... Зовут его Гиви и все у него есть... Кроме любимой женщины... Комарик, комарик Киви... Он любит чисто, пьет вино и ес от циви... Комарик, комарик Киви... Он любит чисто, пьет вино и ес от циви... Где, где, где злодей? Нет, не боюсь я злодейских картей... Скажите, где, где, где злодей? Ах, покажите его поскорее! Он лучше самлю вынимает... О-хо-хо-хо! Голову срывает... О-хо-хо-хо-хо! И гребняжку он освободит... Где я начну? Спас муху скромный... И совсем простой крузинь... Он сразу сердце мне и руку предложил... Если предложил... Если предложил... Субтитры сделал... Я счастливый, способ... для всех гостей... Для всех гостей... Вородим, мы закавим стол... У-хо-хо-хо-хо... У-хо-хо-хо-хо-хо... Неделю все мы на работу не пойдем, Людей вас ждем. Пожелаем счастья, люди, и поздравим всех любимых. Весь любовь была и будет у людей насекомых. АПЛОДИСМЕНТЫ Юмор, как правило, начинает проявляться уже в детстве. Но у каждого по-разному. Учитель назвал ученика бестолочью. Всем смешно, ученику больно. Кошку привязали за хвост к велосипеду. Всем смешно, животному больно. Чарли Чаплин падает из окна. Ему больно, всем смешно. Герой современной кинокомедии падает в воду. И не больно, и не смешно, а глупо. Что же придумать? Как приучить людей к тому, чтобы смешное никогда не причиняло боли, а настоящая боль не вызывала смех? Чтобы глупое всегда было смешным, а смешное никогда не было бы глупым. Здесь многое зависит от воспитания. В нашем институте существует детское отделение, и сейчас слово его декану. Это писатель, главный редактор детского юмористического киножурнала «Яролаш», киносценаристу, автору сценария замечательного фильма «Друг мой Колька» и не только этого фильма, писатель Александр Хмелик. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Яролаш». Это было лет восемь тому назад. Меня вызвали на центральную киностудию детских и юношеских фильмов и сказали, что есть такая идея создать детский юмористический киножурнал. Что-то вроде «Фитиля», но только для младшего школьного возраста. И вот тогда стали появляться у нас самые остроумные, самые интересные люди Москвы, я считаю. А потом пришли самые главные люди. Пришли дети, те, для которых все это было задумано, и те, которые должны были это все осуществить. У нас удивительные дети, удивительные по своим талантам, по своей разносторонности, в общем, потому что они умеют делать. Ну вот, скажем, нужен был нам «Яролаш» парень на роль хулигана. Один проходит, другой проходит, третий проходит. Все кривляются, все изображают у себя хулиганов. Потом появляется один человек, он подходит молча к столику, останавливается, ни слова не говорит, не кривляется. И вдруг говорит, тетка, дай закурить. Сразу стало ясно, что это и есть тот хулиган, который нам нужен. Трудностей очень много, в общем, на этом пути. Неожиданностей, опять же говорю, много. Я помню случай, когда сюжет был про мальчика, который неосторожно похвалился, что он поцелует отличницу, лучшую ученицу в классе. Ну, дошло дело до того, что это надо снимать. Парень говорит, я это не сыграю. Ну, что значит не сыграешь? Ну, объясним, покажем вообще, как научим. Он говорит, нет, я это не сыграю. Долго пытались выяснить, в чем дело, почему. Потом он признался вообще, почему он не хотел это делать. Он сказал, вы что хотите, чтобы надо мной весь третий Б смеялся, да? Вот, потом это все-таки было снято, но то, что вы видите на экране, это уже, как говорится, чудеса кино. Ну, в общем, можно до конца вечера рассказывать про детей, этому, я говорю, конца края не будет вообще, стоит только мне завестись на эту тему. Поэтому я думаю, что лучше будет, если они сами о себе расскажут. Вот я представлю вам моих помощников. Это Максим Пучков. Осторожно, бабуля, здесь скользко. Спасибо, мальчик, что предупредил, а то бы упала. А сам-то, небось, ушибся, да? Да нет, ничего. А я иду, размечталась и ничего не вижу. Ну, спасибо, дорогой. Вот радость родителям. Осторожно, тетенька. Обходите стороной, тут скользко, лед. Смотри, какой хороший мальчик. Смотри, всех предупреждает. Другой бы мальчик прошел мимо, и все. Его это не касается. Подайте сколько угодно. А этот, видишь, какой хороший? Помнишь, мы читали? Вовка. Вовка, добрая душа. Эй, вы, а вы куда идете? Не видите, что здесь лед. Слушай, это же Бурыкин из нашей школы. Из 6-го Б. Чего остановились-то? Идите, тут под ноги смотрите. Молодец. Молодец, Бурыкин. Хорошо. Обязательно отметим на совете дружины, как пример. Принеси фотографию 9 на 12. Повесим. Обходите, обходите, товарищи, а то упадете. Обходите. Осторожно, товарищи, не торопитесь. Не бегите. Осторожно. Куда? Лед же здесь. Осторожно, товарищи. А ты куда парёшь? Чего? Не видишь, что здесь лед, да? Слепой, что ли, да? А ну, давай в сторону, пожалуйста. Правее. Примите в сторону. Тут лед. Упадёте? Руки переломаете. Или ноги. Правее держитесь. Правее. Гражданка, вы смотрите под ноги. А то брякетесь, костей не соберёте. Правее держаться. Малявка, а ты что здесь болтаешься, а? Чего? Примяйся туда-сюда. А ну, иди отсюда, а то сейчас как дам. Правее держаться, держаться правее. А то упадёте, тут лёд, скользко. Правее держаться. Гражданин, где у вас правая рука? Эй, ты. Ты чего, того, что ли? Свихнулся? Максим Пучков снимался в фильме... В фильме. В полнометражном фильме, где ты играл главную роль. Как он называется? Главную роль? Капель, только что вышел. Только что вышел. Капель, так? А что касается эпизодов, то сколько там штук 15, по-моему, в разных фильмах было сыграно. Вопрос первый. Максиму Пучкову. Над чем вы сейчас работаете? Сижу дома. Так. Второй вопрос. Какие ваши творческие планы? Сейчас проходят пробы на телевидении, по Грину, дорога никуда. Вот я надеюсь, что попасть на этот фильм. Я тоже очень надеюсь, потому что я за своих актёров болею. И будем надеяться, что окажешься на экране в этом фильме и в этой роли. Серёга, выходи, башню строй! Сейчас приду, помогу! Сидоров, Максим, у него крупная роль в фильме «Недопёсок Наполеон 3», снятый на студию Иоанна Горькова. Ряд успешных выступлений в нашем киношнете. Опа! 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 Валерий! Опа! Опа! Серёга! Сушат в ряду! Серёга! Серёга, выходи! Иду! Серёга, выходи! Валера! 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 Серёга, давай вратарём! Сейчас, только переоденусь! АПЛОДИСМЕНТЫ Те же оригинальные вопросы хочу задать Максиму Сидорову. Значит, первый вопрос. Над чем ты сейчас работаешь? Сочиняю сценарий к этому журналу и мою аристическому яралашу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так вот придёшь в передачу «Вокруг смеха» и выясняешь, что, оказывается, у тебя не только актёр, но и автор, в общем, так сказать, уже имеется. Так, это значит, по первому вопросу, над чем работаешь. Второй вопрос. Какие у тебя творческие планы? Сделать пародию по этому сценарию. АПЛОДИСМЕНТЫ Пародию на самого себя или... Пародию на яралаш, который недавно вышел. Это уже по вашей части, Александр Ильич. АПЛОДИСМЕНТЫ Восемь лет, в общем, работы. Весёлый, интересный, увлекательный. Потому что, понимаете, когда понимаешь, что доходит то, что ты делаешь до ребят, то, что даёт им радость, в общем, заставляет их смеяться, это огромное удовлетворение приносит. Потому что нет ничего прекрасней, по-моему, чем смеющиеся дети. Нет ничего лучше на свете. АПЛОДИСМЕНТЫ Народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Никулин. АПЛОДИСМЕНТЫ Образ этого человека и юмор вроде бы нераздельны. А между тем, посмотрите, это серьёзный, даже я бы сказал, очень серьёзный человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Он автор одной, но большой и очень интересной, с моей точки зрения, книги, которая, кстати, так и называется «Почти всерьёз». Когда я пришёл в цирк, это был 46-й год, я купил в пищебумажном магазине толстую тетрадь общую, в клеточку, и решил в неё записывать всё, что мне будет интересно. И когда спустя много лет я стал писать эту книгу, я писал её пять лет, эта тетрадь мне очень пригодилась. И я хочу вам прочитать несколько выдержек из этой вот тетради. «Клоун Курепов придумал юмористическую энтиклопедию цирка». Мне понравилась на букву «Х» «Халтура» «Самоубийство с целью личной наживы». И на «К» «Клоун» «Дурак-профессионал». Клоуны Пётр и Лаврентий Лавровы делали репризу. Пётр выходил с большим рулоном бумаги в руках. «Что это у тебя там?» – спрашивал Лаврентий. «Я нарисовал чудесную картину. Корова пасётся на лугу». «Ну покажи!» – просил Лаврентий. Пётр разворачивал рулон, и все видели чистый лист бумаги. «Вот», – говорил Пётр, – «корова на лугу ест траву». «Но я ничего не вижу», – удивлялся партнёр. «Где же трава?» «Траву съела корова». «А где же корова?» «А корова съела траву и ушла». «Что она тебя дожидаться будет?» АПЛОДИСМЕНТЫ Абстрактный анекдот. «Почему у вас такой измождённый вид?» «Да понимаете, пришёл на ипподром полно народу. У меня развязался шнурок на ботинке. Я нагнулся, чтобы его завязать, и вдруг кто-то положил мне на спиду седло. Ну и что?» «Пришёл третьим». Один человек набирает в три часа ночи номер телефона. Сонный голос отвечает. «Слушаю. Это телефон 233-18-44. Вы что, с ума сошли?» «У меня вообще телефона нет». В Тбилиси об иллюзионисте Кио говорили, что все фокусы у него связаны с гипнозом. «Эмиль Теодорович Кио ехал на такси в цирк. Шофёр, пожилой грузин, узнав его, спросил. «А правда, товарищ Кио, что вы гипнотизёр?» «Правда, спокойно», – ответил Кио. «И меня, значит, вы можете загипнотизировать?» – поинтересовался таксист. «Конечно могу. Вот сейчас мы подъедем к цирку, я дам вам десятку, а вы мне дадите сдачу, как сотни». Подъехали к цирку. Кио усмехаясь, протянул десятку. Водитель начал лихорадочно отсчитывать ему десятки и пятёрки. «Эмиль Теодорович, взяв сдачу и выйдя из машины, направился к окошку водителя, чтобы вернуть деньги. Но тот, видимо, боясь, что с ним произойдёт ещё что-нибудь необыкновенное, дал газ и уехал. Потом Кио всё-таки вернул деньги, запомнил номер машины. Но с тех пор, когда Кио брал такси, водители отказывались брать с него плату и стремительно уезжали». «Сегодня к нам в гримуборную зашёл артист Дымко. Он посмотрел, как я делаю себе из гумоза большой нос и сказал, «А ты зря гримируешься. Выступай без всякого грима. У тебя и так глупое лицо». Спросили Ворону, «Ворона, правда, что у тебя две ноги?» Ворона ответила, «Правда, правда, особенно правая». Клоун Сергей Курепов рассказал мне, что сразу после войны по маленьким городам разъезжала цирковая бригада, состоящая из трёх человек и одного медведя. Так как клетки для медведя не было, а переезжали они часто, то перед посадкой в поезд медведя поили водкой. После этого он засыпал. Его засовывали в мешок и клали в вагоне под нижнюю полку. Так без лишних затрат перевозили медведя из города в город. Руководитель этой бригады сказал Курепову, «Жаль медведя. Спивается вместе с нами». Мне пишут всякие сюжеты, мне пишут всякие смешные истории, смешные случаи. Вот, например, мне прислали, один прислал письмо. Стрелочник. Стрелочник, участник войны, поздравил меня с Днём Победы. Это было два года тому назад. И говорит, товарищ Никулин, а вот ваш, так сказать, ваш арсенал, я хочу поставить случай, который произошёл у нас на переезде. Перекрыли дорогу, опустили мы шлагбаум. Около шлагбаума остановился мотоцикл с коляской. Сидит там мотоциклист. Сзади подъехала лошадь под вода. Потом подошёл человек, пожилой, с козой. Тоже ждёт, когда мы пройдём. А сзади машина «Жигули». Вместе там какая-то женщина сидела, мужчина, дети. Стоять ждут, когда пройдёт поезд. Вдруг лошадь стала хватать этого мотоциклиста за воротник зубами. Он ёжится, он, значит, всё. А этот самый опускает стекло, водитель «Жигули» и говорит, дай ей по морде, дай ей по морде, дай каске. Соснул каску и по морде дал лошади. Лошадь на дыбы дала назад. И телега врезалась в «Жигули» и выбила все фары и сняла в гармошку. Крики, вопли. Ты что? А ты что научил? Кричат. Драка. Этот с козой решил их разнимать. Он привязал козу к шлагбауму, кинулся разнимать, как сам и здоровый. И в это время подняли шлагбаум. Крик, говорит, стоял. Коза кричала долго, пока не опустили. Он говорит, это было очень, товарищ Никулин, смешно. А правда смешно. Вот любую комедию вставишь такой, и она будет смеяться. Так что жизнь наша, она полна всяких смешных вещей. И вообще юмор помогает в жизни. При нашей кафедре литературы создана комиссия контроля за качеством литературных произведений. Пока главный в комиссии я. Почему-то многие считают, что если пародист написал пародию на поэта или писателя, значит, он к нему плохо относится. Это вовсе не так. Мне очень дорого творчество замечательного поэта, писателя Булата Акуджавы. Вот я сейчас прочитаю пародию, одну из своих пародий на него. Пародия не имеет цитаты эпиграфа, в этом нет необходимости в данном случае. Итак, Булата Акуджава, песня об отсутствии присутствия. Былое нельзя воротить ни ученым, ни неучимых. У каждой эпохи поэты и барды свои. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем по поводу прав заскочить объясниться в ГАИ. Всяк сам по себе, даже если возьмемся мы за руки. Насмешнится жизнь, обещания зачем раздаешь. А все-таки жаль, что поэты уходят в прозаики. Роман не стихи, под гитару его не споешь. По-прежнему есть кавалеры и дамы их грации. Дуэли смешны, но ведь есть кому пасквиль писать. А все-таки жаль, что в писательской организации перчатки давненько не принято как-то бросать. Чудес не бывает. Встаю, выхожу я на улицу, глаза протираю, гляжу у арбатских ворот. Извозчиков нету. Один Булат Шалович прогуливается. Ах, нынче, увы, ничего уж не произойдет. Судя по многим стихам поэта Игоря Шклеревского, он очень любит своего младшего брата. Я знаком с этим человеком. Он действительно очень милый человек, достойный любви. Игорь Шклеревский посвятил ему немало прочувственных строк. Например, «Мой младший брат меня сильнее, мой младший брат меня умнее, мой младший брат меня добрее, решительнее и храбрее». Небольшая пародия называется «Брат и я». «Мой младший брат меня умнее, на мир не смотрит столбенее, не знает, что такое грусть и плотен, как осенний грусть. Мой младший брат не бил окошек, мой младший брат не мучил кошек, умом гораздо крепче брат, он дьявол хитрый, не женат. Тщеславный, тщеславный, злой, чему ж я рад, тому, что брат меня сильнее? Нет, мой любимый младший брат стихов не пишет, он умнее». Коэт Эдуард Балашов написал «Я бросился в тебя, как в реку, с того моста, куда заносит человека его мечта». Пародия под названием «Занос». «Мой путь причудлив чрезвычайно, мой путь непрост, меня мечтой необычайной внесло на мост. Не исключение исправил и не каприз, я огляделся, грудь расправил и глянул вниз. Там все искрилось и сверкало, текла река, там ты, раздевшись, загорала среди песка. Что еще надо человеку, зовет мечта, я бросился в тебя, как в реку, с того моста. Лечу и думаю, давненько я не летал, но, к сожалению, маленько не рассчитал. Летел я правильной кривою под плеск волны, но приземлился головою на волуны. Должно быть, слишком разогнался, устал парить. Встал, отряхнулся, причесался и сел творить. Итоги конкурса фотоателье в зале. Жюри отобрало вот такие ответы на всю оставшуюся жизнь. Чтобы мужа удержать, шарф решила я связать. Так по жизни мы пойдем, если шеи не натрем. Вот записка, которая лично мне очень нравится. Я могла бы побежать за поворот, только шарфик, только шарфик не дает. Прудер шарф. Любовь, видимо, прошла, осталась только привязанность. И записка, которая признана победителем. Парня в загсты тяни, рискни. Не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной. Там поймешь, кто такой. Это шестой ряд, место 22. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, чем занимаетесь. Макашов Владислав, инженер по обслуживанию ВМ. МТУ имени Бауна. Я вас поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ День открытых дверей, как и всякий другой день, подходит к концу. Но двери нашего института открыты для всех желающих в любое время суток. И независимо от того, в какое учебное заведение вы поступите или после школы пойдете на производство, независимо от того, какой институт вы закончите и кем вы будете работать, вы всегда сможете стать студентами самого прекрасного в мире института, института юмора. До сих пор ученые и философы всего мира ведут нескончаемые споры, дискуссии на тему, что является основной движущей силой на земле. Огонь, вода, кровь, душа. И мы бросаем в костер полемики свою идею, свою догадку. Главная сила, главная движущая сила на земле, сила, способная вселить в человека надежду, облегчить страдания, а минуты радости сделать минутами счастье – это все-таки юмор. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»